всем здравствуйте у нас сегодня очередная встреча по части разработки на питончике вот и опять в основном у нас будет пока что про гид и вот про питончик будет буквально начиная со следующих лет возможно через одну сегодня у нас довольно развесистая тема на самом деле вообще сегодня такой день развесистых тем которые невозможно хватить единым единым взглядом единым обзором с одной стороны с другой стороны не менее нет ресурсов для того чтобы тратить на них много вот поэтому частично будет сегодня бла-бла вот ну и частично какие-то быстрый пример говоря о разработке давайте мы запустим терминальчик сразу да спасибо дорогой говоря разработки сразу хочу начать с такого бла-бла относительно стратегий слияния стратегии проведения мержа в гите дело в том что их не две мы с вами видели 2 straight forward и реки но на самом деле их довольно много я в прошлых в прошлогодних лекциях нажал статью на хабре вот довольно древние на эту тему вот но она вполне себе актуально значит про то как происходят мир же вот тут немножко в одну кучку связано свалено мерж и ребейс потому что где-то там под ковром глубоко глубоко по в этом самом его недрах они а сливаются в одни и те же механизмы но дело даже не вот дело в том что помимо помимо фасфорд стратегии кстати тут видите есть специальный ключик но fast forward для того чтобы линейное слияние вот такое все равно давал вам мешками если вы хотите чтобы был мешками и рекурсов стратегии которые обычно по умолчанию значит используется есть еще всякие другие которые здесь описаны в этом тексте достаточно подробно кстати из этого описания следует что как минимум одна стратегия который называется octopus позволяет сливать в одном меж комиссии несколько более двух историй я целую вас читать эту статью вот возможно в следующий раз при изложении материала предыдущей лекции мне тоже стоит перечитать эту статью может быть что-то влезет в лекцию но в эту лекцию точно не влезать давайте лучше развлечемся пока для так сказать для затравки и я расскажу обещанный мой прикол а именно раздельное добавление кусочков сделанных вами изменений в один в одном и том же файле в разные комиты давайте мы прямо сейчас этим и займемся ну допустим у нас есть уже какой-то сердце репа вот что там в этом репа в этом репе есть какие-то в давайте посмотрим ну тут нет ничего такого чтобы нам пригодилась но тут есть довольно большие файлы например файл 3 ман да вот вот нет плохой файл я хочу что-нибудь что-нибудь развесистая какой-нибудь много а кант равно 1 значит он об чем не выдался да ёлки мотал что-то я не понял хорошо да в конце концов вот у нас есть трепло наше которое отлично что-то такое натрепалось нам да вот мы сейчас господи оно бесконечное но трепло но трепло трепло вот значит давайте мы вот эту самую всю фигню скопи пастим вот трепло это программа написанная на си под доз некоторым специалистам в лингвистике русской еще в прошлом тысячелетии и даже в общем не в самом его конце вот в какой-то момент были доступны исходные тексты этой программы на си я ее немедленно собрал к нам сидит потому что я ее очень люблю вот попытка узнать какие какая лицензия на эту программу не увенчалась успехом все ее авторы сошлись с радаров окончательно я связался с человеком который знал человека который знал автора но вот на этом все закончим давайте вот возьмем какой-нибудь кусочек закипипастим его файл вот и начнем над ним издеваться что мы хотим мы хотим внести несколько изменений файл отредактировать его а потом поменять разнести эти изменения в несколько разных комитов например в 2 я этим занимаюсь очень редко поэтому буду вместе с вами сейчас экспериментировать имейте это в виду а не судите строго ну что для начала давайте мы его и мы его отредактируем значит так это мало я хочу чтобы больше было там у господи за заседу ггб вы ну что ну что давайте ну тут есть прекрасное слово кризис поменяем его на слово да блин кризис вторник есть такой он один видимо слогам придется придираться очень обидно что придется придется к слогам но видимо видимо никак есть ребята хорошо хорошо давайте так ребят девчат вот смотрим чё а я забыл добавить так еще раз гид от . гид комит минуса минус м трипло трепло ну неважно поменяем ребят на девчат посмотрим что получилось вот вот у нас что две строчки получились отлично это были это были ребята поменены на девчата но мы вместо того чтобы это отдельно закомитить начали править дальше что у нас там есть у нас есть один банан да ну хорошо к сожалению тут слишком много разных слов в этом словесном потоке и да господи ну 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 господи ну один банан подумаешь проблему туда давайте заменим юных на молодых тут правда слово сионизма я думаю что она никому не помешает вот тем более что это сионизм без идеологии хорошие добрые сионизмы а значит ну да больше нету это вторая наша вторая наша правка вот видите 33 у нас теперь ханка в нашем в наших исправлениях один ребята девчата в 2 22 ханка про исправление ребят на девчат один ханк про исправление юных на молодых давайте что нибудь еще сделаем давайте здесь поставим воскресательный знак и на этом успокоимся вот они правда видите эти ханки слились да они слишком близко лежат друг от друг от друга ну посмотрим что получится теперь вот так тут зигзаг спрашивают актуальные вещи про то что будет если вдруг у нас отключить youtube я прямо сейчас веду работы ну во первых у нас есть бы как видео и в оффлайне видео можно всегда будет посмотреть я публикую ссылку вот где вот и сейчас я веду работу на предмет того чтобы развернуть узел пертю потому что пертюб он как бы центральный независимый и будет работать будет работать по-любому вот вопрос исключительно в том чтобы убедить какое-либо начальство что наша лекция это хорошая полезная штука а не вредная и плохая потому что ну нужно выделить ресурсы вот это все я думаю что он ежели такая проблема возникнет мы ее как минимум временным переходом в оффлайн решил вот а дальше будет не беспокойтесь процесс пошел хотя может быть стоит опыт поторопить на всякий случай значит давайте теперь вот эти все наши изменения напоминаю что их у нас четыре файля 3 ханка два изменения в начале и в двух к ханка в начале и два изменения в одном ханке в конце давайте вот эти наши изменения попробуем распилить в два разных комит значит мы уже сказали гитад поэтому ключик гитад минус к нам не подойдет хотя есть очень я целую статью написал на эту тему прогида от минус п вот в примерах винти красивая правда почему-то в в картинках не буду ее всю пересказывать она довольно большая велкам посмотреть а мы с вами попробуем по мере значит что такое гитад минус п гитад минус п эта ситуация когда мы слушайте давайте и сделаем мне это нравится идея значит гитад минус п эта ситуация когда мы добавляем вот не все изменения которые сделали файлы а папа понемножку значит для этого нам нужно сделать что а у нас гитад минус п отлично отлично смотрите все можно сделать давайте попробуем гитад минус п ох плохо видно значит синим цветом он спрашивает в этом месте вот этот ханк добавлять или не добавлять он нам сейчас будет перебирать все ханки которые мы видели три штуки 1 2 и 3 с двумя изменениями и спрашивать добавлять ли этот хранк в данный комит после чего сформируется такой тройственная ситуация в которой некоторые изменения добавлены а некоторые нет ну что мы говорим с он спрашивает добавлять ли этот это тоже ребята это тоже ребята на девчата добавлять и вот третий ханк мы говорим не добавлять штука минус п минус п это да значит минус п минус минус патч то есть мы формируем формируем наш комит на основании просмотра так называемого патча то бишь диффа то бишь различие между двумя файлами вот и каждый каждый контекст внутри которого происходили изменения у нас запрашивается на предмет того входит ли это вам то что мы хотим или не будет смотреть какая у нас ситуация в гид статусе в гид статусе у нас получается такое вот тройственная вещь у нас есть нечто под названием модифайт трипло текст и и это те хранки которые мы добавили в текущие изменения первых там нечто под названием но стоит for комит тот же самый файл трипло текст это тот ханк который мы решили не добавлять и еще где-то есть исходный трипло текст который лежит у нас в репозитории который отличается и от этого и от этого если мы скажем гиддив сейчас я вангую что нам покажут вот эту разницу давайте посмотрим хороший ли из меня ванговать до гиддив нам показывает разницу между тем что не попадет в репозиторий и тем что по всей видимости попадет туда то есть вот эти два ханка в гиддив не показывать если мы хотим посмотреть разницу между тем что уже есть в репозитории и текущей копии на гиддив нет минус кэш по моему так тоже нет ну видимо нет мы видим и тогда можно бронах а а вот есть сравнить с репозиторией все все просто да проще чем я думал если мы скажем с чем именно мы сравним вот вам пожалуйста разница вот то есть гиддив нам показывает чем мы еще не за не за комитили а гиддив с чем-то показывается значит дефщик а значит если мы сейчас скажем гидками у нас вот эти изменения за комититься а вот эти нет давайте так и сделаем гид комит минус а минус м нет просто минус м если мы скажем минус а вот эти изменения тоже приедут помните минус а это минус минус пол а минус минус пол это такой инструмент который сначала делает гид от всем уже имеющимся файлам в репозитории то есть всем тем файлам про который статус что они изменены они только что появились а дальше все вы их комиссии поэтому нет без без минуса скажем девчат потому что мы так сделали теперь у нас ситуация ситуация упростилась ситуации стройственная стала двойственная вот у нас незакомиченные наши изменения которую мы с помощью а гид от минус п а выбрали теперь мы можем сказать уже как гид комит минус а минус м азер и получим и получим прекрасную историю которая состоит из двух комитов хотя изменение файля было одно и сделано однократно вот последний наш комит азер вот предыдущий наш камえる девчат вот это что касаемо питко мед минус п простая такая штука вот есть более не простая штука которая называется гид комит н минус минус интерактив гид комит минус минус интерактив как я понимаю делает обратное вы сначала все добавляете а потом он говорит так вот вы тут на добавляли а что из этого комить давайте попробуем для того чтобы попробовать мы сейчас откатимся в истории назад вот на два патча на два комита я не очень понимаю возможно гибко вы сейчас задаете вопрос не пропитон тогда пожалуйста делать это не во время лекции а давайте пообщаемся в чатике вот потому потому что я пока не могу расшифровать как то чтобы говорить связанность с тем что говорю я значит так вот давайте откатимся обратно вот на вот эту на вот эту вершину вот но при этом не будем выбрасывать все изменения потом и для для этой цели воспользуемся командочкой гид reset но без ключ к минус минус х что делает команда гид reset команда гид reset ничего не делает с текущей рабочей копии но откатывает состояние репозитория до того состояние которое мы ей сейчас укажем опять таки я вангу что в результате нашей работы мы получим все те изменения которые мы сейчас за комитили как если бы они были только что нами проделали тут владислав утверждает что надо поле что надо пользоваться гитом встроенным джит брэйнс потому что он проще чем в консольке это неправда то есть это неправда сразу по двум причинам во первых там тот же самый гид он не проще и не сложнее чем в консоль вот а во вторых в jetbrains то чем вы будет пользоваться вы будете пользоваться не гитом заранее настроенными и продуманными workflow для собственной разработки которые в которой ее предлагает джит брэйнс в результате вы не сможете если не изучите гид еще при этом тоже вы не сможете пользоваться не гитом в других местах не гитом в консольке ну в общем изучение в каком порядке нажимать кнопочки в любой среде разработки тем более в такой мощный крутой как джит брэйнс это изучение этой самой среды разработки они гитар поэтому нет да если бы у нас был курс по джит брэйнс то я бы наверное рассказывал как нажимать на кнопочки джит брэйнс но даже в этом случае я бы сначала рассказал про гид потому что ну просто нажимание на кнопочки она понимание не приводит к пониманию и это утверждение не беспочвенное у нас если вы помните по данному курсу отчетность главная отчетность по данному курсу это так называемый семестровый проект сказать скоро его нам начинать уже вот и у меня было были нередкие случаи вот когда люди делая проект исключительно в джит брэйнс потом не могли рассказать почему у них не запускается перевод почему у них не собирается колесо то есть почему при нажатии на те же самые кнопки но в другом окружении ничего не работает они не понимали и сделать с этим ничего не могли но потому что у них то работало а в другом окружении нет так что нет нет пользоваться профессиональными инструментами при изучении темы это означает изучать не тему а профессиональный инструмент это было отступление по поводу даже не джит брэйнс а вообще того почему мы работаем в консольке почему мы изучаем гид с помощью гита они с помощью чего-то другого давайте все таки попробуем гид комит минус минус интерактив это плагин для гита то есть это некоторый некоторые сторонние утилита написанная людьми на api который предоставляем гид и в дистрибутивах сообщества альт линук steam она приезжает с пакетом перл дефис гид вот кстати не факт что он у меня стоит может быть оставить придется но давайте попробуем итак давайте для начала результаты вангования гид да господи прости гид див гид статус гид минус минус кэшт а 3 минус а антракт файл конечно я же его еще не добавил ох ты я не на то присетился вот как обидно сейчас погодите нам нужно было подняться на один на один на один вверх так дмб это индекс печаль какая я убил свои изменения как это обидно как это обидно как это досадно ну хорошо что делать значит давайте про воспроизведем это я за болтовнёй вот в этом месте подесетился на предыдущую на предыдущий комит ну так бывает глупый я человек и действительно у нас теперь див состоит так что у нас вся история была без этого файла теперь он с ней но он измененный обидно хорошо давайте подавайте мы скажем какие-то . гид комит минус а минус м трипло печаль болтать надо меньше что тут у нас девчата первое изменение это собственно не девчата все остальное а нет не гид комит и второе изменение вот теперь я сделал наоборот я поменял все обратно обратно девчат на ребят и вот юный на на молодой смотрим вот у нас те самые четыре комит правда в обратную сторону пускать вас не смущает просто я видите облажался и слишком далеко продвинулся с решать с решать с ресетом вот значит теперь давайте попробуем поступить обратно сказать ему вид у нас сейчас у нас сейчас сокращение цене сокращение спрашивается нельзя ли было сказать перейти на мы я к сожалению в этот момент уже был мэйном я же сказал ему reset если бы я знал комита иди на который переместиться это было бы другой разговор ладно забудьте значит все равно я был неправ там надо было эти два изменения сохранить значит смотрите ну вот у нас уже все хорошо у нас есть файл который отличается от старого изменениями которые проделал в обратную сторону но какая разница вот и теперь мы ему говорим гид а и гид комит минус минус интерактив интересно он меня стоит он у меня стоит обратите внимание на развесистую командную строку который нам предлагает вся эта система я не знаю насколько это удобно с учетом того что действительно можно воспользоваться каким-нибудь еще более высокого уровня инструментом тем не менее то есть давайте так не буду вам врать если очень хочется я еще раз разберусь с этим инструментом что-то я думал что знаю как им рулить а он меня не слушается вот извините прошу прощения давайте лучше поедем дальше потому что иначе мы просто не успеем все важно я постараюсь этим разобраться на самом деле это вообще была присказка вот к сожалению она ведь на полчаса растянулась а сказка будет впереди сказка стоит в том что мы когда говорим например гиддив мы видим выдачу этого самого кита в довольно классическом формате который называется формату формат а патча вот ну или с формат диффа под словом патч кстати сказать довольно часто люди подразумевают какую-то страшную программу и где-шник который ты скачиваешь запускаешь он что-то тебя хакает там с твоим с твоими бинарниками что-то делать и в результате там в твоем fps шутере значит вместо солдат начинают голые женщины бед вот этот вот патч ну в общем нет среди разработчиков под словом патч подразумевается файл вот примерно такого вида вот и комп комплект утилит которые порождают эти самые патчи применяют давайте мы сейчас временно забудем про гид попробуем изготовить этот патч с помощью утилита див как это делается давайте мы скажем вот как мы запомним текущее состояние нашего трипла куда-нибудь скажем угив пересет минус минус карт окей значит дорогой бипку вы не совсем правы бипку говорит что то что я описываю это кряка патчет то что на экране вот буквально на днях я запускал геншин пак под линукс это что к нему прилагалось для того чтобы он запускался под линукс называлась патчем а в действительности было как раз бинарным бинарным как бы перехакиванием кусков библиотек вот значит ну так вот о чем бишь это я а я сказал get reset минус минус карт давайте посмотрим чем отличается наш наше трипло от того трипла который мы запасли в запасли в тмп вот утилита див которая показывает различие различие она показывает по умолчанию в таком формате что с чем нужно сделать то значит стрелочка на лев больше или меньше означает к какому файлу относится соответствующая строка вот а вот это вот буквально цифровая комбинация сверху означает что с этой строкой делать допустим если мы допустим если мы добавим еще туда строку вот сюда вот добавим строку еще какую-нибудь вот такую нет не сюда не сюда потому что потому что потому что потому что потому что вот так вот значит да то у нас получится уже например вот такая комбинация которая говорит так после 13 строки добавить а д д с 14 по 16 вот такой текст а здесь в 22 строке change заменить на вот такой текст и получится строка 25 почему 25 да потому что мы сюда вот встроили ну и здесь такая же история вот этот формат долгое время был основным вот потом он оказался слегка недостаточным и начали начали люди экспериментировать во первых можно сделать можно сделать вот так вот это это вообще не див это знаете что это команды потокового текстового редактора ед еды которые могут превратить из одного файла один файл в другой ну кстати сказать о обычного див очень похожий синтаксис то есть вот конкретно пойти на двадцать шестую строчку заменить ее на вот это закончить ввод пойти на двадцать вторую строчку заменить и на вот это закончить ввод пойти на тринадцатую строчку добавить вот это закончить ввод команды редактора что еще было был контекст гиф контекстный див довольно интересная штука но она не прижилась она интересна тем что здесь показываются два контекста в которых отмечены места с изменениями восклицательным знаком отмечается место которое поменялось эти девчата ребят плюсиком отмечаются те изменения которые за счет добавлением а минус то что удалилась мы могли еще удалить что-нибудь вот давайте ради интереса чем чудо не вот ай нет не здесь здесь у нас добавление вот здесь допустим нет там мы пересеклись контекст контекст стал выглядеть как замена обидно ну не знаю тогда давай ну 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 последний нет опять контекст а нет вот смотрите вот контекст пересекся и вот здесь вот отмечены минусом до строчка которая была в нем удалена а здесь ничего не отмечено потому что его нет вот такая примерно картина существовала пока не изобрели то что называется unified div вот и этот unified div он уже вполне кстати мы можем заметить что это примерно то же самое что говорит get div вот практически то же самое разница там кажется нет или она не существенно вот в котором собственно примерно так же все устроено за исключением того что нету нету не разделяется изменение контекста и добавление удаления потому что это не удобно в плане анализа в плане анализа удобнее по-другому удалить такую строчку добавить секу естрочку удалить такую строчку добавить удалить такую строчку добавить секу естрочек у вот вот соответственно если мы говорим get kız ну да это надо-туда чтобы это мы можем взять вот этот див сейчас только наоборот а нет все правильно значит этот див показывает как вот этот файл превратить вот в этот файл значит в таких то контекстах которые располагаются в таких то строках взять и соответственно удалить одно ставить другое значит мы можем взять изготовить из этого диффа собственно див файл вот он спасибо редактору вим который умеет это раскрашивать и с помощью утилиты патч превратить старый файл в новый да поскольку див это превращать описывает как вот этот файл превратить вот этот мы сейчас это и сделаем мы применим его к этому файлу превратим вот в этот патч патч минус вот . и вот обратите внимание что гиддив нам показывает практически то же самое за исключением того что он дает чуть больше информации и использует мифическую опцию мифический ключ утилиты див див минус минус гид который в некоторых дистрибуте их реализована в некоторых нет вот у нас ее нет в сообществе но возможно стоит это сделать ну вот пока нет вот то есть после того как мы наложили содержащийся вот здесь вот патч на те файлы которые там перечислены мы из одного файла получить другой значит смотрите давайте попробуем посмотреть еще раз на этот о див то есть фактически утилита див утилита патч присмотрелась вот к этому нашла вот этот контекст и в этом контексте сделать те изменения которые тут написано утилита див патч она в общем довольно хитрая например сделаем гидресет вот утилита патч довольно хитрая например она может применять патч к файлу в котором контекст изменился представляете то есть вот допустим мы берем сейчас давайте посмотрим минус у а все нормально вот давайте попробуем вставить в этот файл что-нибудь сюда в начало в принципе не должен работать сейчас див потому что изменился контекст вот эти ребята и девчата да у них вот в одном по файле был слов начало в начале а в другом не было давайте попробуем таки применить файл говорит не применился то есть то что сейчас файл который мы создали невозможно применить тот ханг который относится вот к этим девчатам да а можно применить только техники которые вот здесь в которых контекст не менялся в результате у нас получается некое промежуточное состояние в котором нижний ханг применен а верхний ханг не применен потому что там видите и там даже специально сохранили так называемый reject файл в котором описано что собственно не применил вот этот патч нельзя применить потому что а патч посчитал что контексты сильно не совпадают в предыдущем файле перед этим словом был словно начал окей сбрасываем все опять значит хорошо давайте тогда пазел папа поступим по-другому создадим поправим так так наш файл чтобы контексты все-таки были очень похожими вот допустим попробуем убрать вот этот восклицательный знак перед весело и славно статус да вот весь у нас наплодились всякие файлы от неудачных патчей что мы делаем вот это можно убрать ну и new date можно убрать он нам больше не нужен вот давайте попробуем чуть-чуть поправить контекст ух ты так значит чуть чуть поправить поправить контекст дальше чтобы ждать вот чтобы чтобы где я хотел вот 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 здесь убрать восклицательный знак что поэтому должно произойти не да в принципе поскольку вот здесь нам нужно девчат менять на ребят а контекст рассчитываются три строчки до три строчки после контекст очевидно не совпадает в одном файле здесь . в другом восклицательный знак посмотрим опять файл так дать ну хорошо хорошо давайте тогда попробуем по-другому модифицировать что-то я туплю опять же весело а если вот так да что ты будешь делать а так работает ладно я все никак не могу не могу показать как фазе контекст делается и что-то очень туплю сегодня вообще какой-то не мой день в общем тяжело оживется дать все таки не будем далеко уходить и попробуем с фазе контекстом разобраться давайте попробуем аккуратно создать ну в конце концов что тоже должно работать так значит вот у нас есть наш этот файл да вот у нас есть и наш этот файл вот вот мы его начинаем менять допустим мы убираем вот тут два слова да мы получаем вот такой див мы можем даже сказать ему get div поскольку это то же самое что обычный див до синтаксис такой за исключением вот этих строк которые опускаются мы можем даже сказать get div что-то типа больше о . под откатываемся назад пробуем наложить патч он накладывается все хорошо откатываемся назад пробуем поменять наш трепло таким образом чтобы контекст вообще не был затронут так вот что и в чем я точно уверен что если я не поменяю контекст то есть посмотрим наш наш патч если я не поменяю контекст вокруг шестой и седьмой строки да а я его не поменял я я ввел в первую строку слова начала то патч отлично приложится нам сообщат только при этом что наш ханг применился с а все там с отступлением в одну ли это совершенно нормально потому что патчи нужны для того чтобы применять те изменения которые вы сделали над старыми на старых исходных текстах к новым исходным текстом очевидно что новый исходный текст а мод включать себя какой-то текст который там раньше не было или наоборот там а тут что-то удалили вот но если контекст найден патч совершенно бестрепетно применяет те изменения которые мы сделали прямо к тому контексту который он нашел возможно со смещением хорошо теперь я все-таки хочу сделать какой-нибудь фазинг ну почему у меня он говорит что да ща гид тресет минус минус хард до трепло весело и славно ставим вот давайте вот тут вот вот так вот пытаемся запатчить о отлично значит что произошло смотрите наш патч выглядел вот так три строчки до строчку которую нужно поменять три строчки после наш файл который мы патчили выглядел так что здесь был вопросительный знак вот здесь вот был еще дополнительно вопросительный знак патч подумал и решил что поскольку пять строк полностью совпадают а шестая ну так это хороший годный контекст и патч можно наложить вот этот адский искусственный интеллект заложенный в утилите патч с одной стороны очень много работы сэкономил программистом при обновлении патчей на изменившиеся исходники с другой стороны какое-то количество интересной исследовательской работы привнес потому что как говорил в свое время дмитрий левин один из ведущих разработчиков нашему в нашем комьюнити патч приложился это минус но не собрался это плюс вот то есть иногда бывает так что контекст случайно найден но контекст найден он неправильный потому что были сплошные пустые строки или что ваш патч патчет одно место а теперь надо почти два что тоже в общем никто не мог в этом об этом догадаться то есть грубо говоря в вашем файле есть два контекста которые требуют патча а почему на один ну и так дальше тем не менее как видите для таких вот косметических изменений это отличная стратегия вот когда есть какой-то файзинг то есть тот контекст которому нужно применить патч немножко изменился вот ну а дальше значит сама утилита патч решает насколько 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 это хорошо вот как мы уже успели заметить в гите формат гиддив полностью совпадает с форматом unified div в утилитах утилите div настолько совпадает что мы могли смогли применить патч сделанный с помощью гиддив а а он сделан с помощью гиддив а с помощью применить его пользусь утилиты патч все сработало и даже видите фазе патчинг произошел вот этот один это вес этого файзинга который увеличивается с тем насколько плохо значит совпадают контексты и в какой-то момент див принимает решение что они вообще плохо совпадают и мы не будем применять вот ну давайте раз уж пошла такая пьянка узнаете брата колю давайте green div сделано тут слишком страшно г-вим-див узнаете да да это он это тот самый вим-див которым мы с вами пользовались на прошлой лекции для сравнения трехуровневого обратите внимание что тут выделены по-разному выделены изменения которые значит да а также обратить внимание на то что в виме есть в принципе команды для превращения одно в другое например я сейчас нажму див путь и путь и поскольку я у меня курсор находился вот здесь сейчас вот этот див или не переместиться вот сюда вот или наоборот значит вот здесь вот нажму див гет а не так не работает да так не работает не могу здесь а вот здесь могу набрать див гет да говорю див гет и вот это изменение перемещается вот сюда такая вот такая вот такой вот режим работы такой вот режим работы редактора ставим кстати достаточно удобный если у освоить можно все эти див применять вот значит приближаемся собственно гету смотрите получается что получается что в принципе мы можем оформить наш комит как такой большой див среди всех объектов которые мы изменить после чего этот комит можно в виде файла поскольку это див файл теперь куда-нибудь передать и там на той стороне применить вот более того мы можем включить в этот див мета информацию о том что это за комит какой у него предок какой да то есть кто у него комитер ну и так дальше выглядит следующим образом так давайте посмотрим что у нас вообще сейчас тут стоит где статус где-то сказал ну вот отлично гид комит минус а минус м фикс дате чтобы было виднее мы можем сделать что дать еще очень пофиксим дать девчат заменим обратно ребят вот и посмотрим что получается вот у нас есть два наших комита которыми прошу заметить нам это понадобится мы отличаемся от опубликованной версии репозиторий которые один мастер тремя вот тут еще сам трепло давайте попробуем создать из наших комитов набор патчей для этого на сказать так и формат патч и сказать насколько ну допустим на два шага назад два последних комит ухты очуток а он по-русски не умеет он не умеет по-русски хорошо тогда мы это удаляем говорим гид ребейс минус и hit дважды и здесь говорим ему reward при названии при названии при придании файлу имени гид решил русские буквы не модифицировать не если не использовать в именах файлов ну имеет право а мы сейчас суме слова ребят напишем вот значит вот теперь будет все хорошо давайте еще разок здоровый гид создание пожалуйста два патча соответствующих и соответствующие двум комитом последним наших стран пожалуйста говорит мой гид вот тебе два подчат формате пончатbau recipes 2 комитам последним с твоей стой давайте на них посмотрим ну это он смотрите вот отсюда начинается самый что ни на есть unified div вот ну точнее чуть более потому что вот вам бета информация относительно того какие тут и сколько какие объекты при этом были использованы это собственно два объекта в нашем репозитории их маленькие контрольные сутки вот и это собственно весь div который произошел а это обещанная мета информация относительно нашего патча значит какой предыдущий был комит в истории то есть место нашего патча нашего комита в истории кто был комитер когда обратите внимание также что в поле subject тут написано сколько у нас патчей в серии их 2 это первый из двух сейчас будет 2 давайте посмотрим на 2 вот 2 кто когда какие файлы менялись какие изменения эта версия не знаю чего видимо гитар вот опять же пач 2 из 2 никого здесь присутствующих нет ли кто бы вот в этом в этом заголовке распознал что-то такое знакомое знакомые в этом никто не видит нет возможно кто постарше или кто посис администей распознают в этом заголовок почтового сообщения это он и есть дело в том что когда-то давно когда не гид собственно только разрабатывался основным инструментом взаимодействия между людьми была электронная почта и даже в прошлом году я пытался воспроизвести этот воркфлоу работы с электронной почтой но он пошел не очень потому что отослать почту еще можно с помощью сейчас скажу чего с помощью как как программы гид сэнд гид сэнд зимы и вот что делать гид сэнд эмэйл он формирует вот такую серию патчей формирует почтовые сообщения и отсылает электронную почту содержащую вот серию этих патчей тому кому вы скажете представляете какая штука и дальше человек получает ее залезает свой почтовый ящик оттуда выкачивает эту почту и тут же ее применяет вот с этим а на сегодняшний день давали большие проблемы то есть так просто так просто залезть свой почтовый ящик выкачать оттуда соответствующее сообщение с патчами не представляется возможным вас поэтому я этого показывать не буду вот только на пальцах рассказ собственно я уже рассказал и так команда гид сэнд емэйл да позволяет сформулировать серию патчей и отослать их в виде почтового сообщения на какой-то адрес а соответственно команды гид а м и гитаплайн позволяет его оттуда вынуть значит гид apply по моему применяет один патч а гитаем применять серию патчей вот видите словом и бокс да то есть идея стоит в том что вы получаете вашу фигню по почте складывать ее в mailbox в файл и этому этот файл скормите гид у гид его вынимает оттуда и работа вот значит давайте мы это почти заплаем конце концов давайте мы их переложим куда-нибудь или даже не так у нас же есть сейчас состояние вот сюда вот давайте мы их гид reset hard перейдем вот сюда вот и теперь скажем гид вот а м или о что я сейчас сделал я сказал гид а ему другой гид у нас есть два патча примени их пожалуйста гид их не просто применил да это не просто примененный патч это встроенные в наше дерево комиты смотрите вот они давайте еще раз потому что возможно не все уследили за руками вот их нету вот я говорю гид а м001 и вот он есть вот я говорю гид а м002 и вот он следующий то есть процедура взаимодействия при совместной удаленной разработки в действительности с помощью гид а может быть предельно я бы сказал кристально простой это так называемая классическая модель разработки при которой у вас есть один публичный репозиторий и один хозяин публичного репозитория это собственно этим лид вот нет вам никто не мешает иметь публичные репозитории но они в классической модели не обязательно вы с этим публичным репозиторием синхронизируетесь проделывайте свою работу оформляете ее с помощью формат патча или даже говорите просто ginseng email который отсылает прямо почту тем ли ее принимает складывают в отдельный почтовый ящик и делает гитая все все общение вы ведете через ту же самую электронную почту вы можете при оттащить соответствующий файл описать что вы делаете вы можете поговорить с человеком он может вам сделать review вот того что вы делаете но никаких инструментов кроме локального гита и доступа к тому репозиторию на котором работают вся команда на чтении для такого способа взаимодействия не нужны и гид очень минималистическая система битку вот это не контрольная сумма я сказал ты для скорости вот это это начало идентификатора соответствующего объекта вот я сильно подозреваю что где-то в моих объектах среди моих объектов есть объект 22 87 81 77 едва и так дальше вот и описываемые ими различия здесь различия рассказывают как превратить объект вот таким объект в объект вот таким эти давайте посмотрим просто ради того чтобы objects 22 81 17 вон он вот он этот объект ну как бы мы с вами уже помним что там ну вот как бы ну да ему надо еще декодировать он бинарный ну как бы вы меня поняли да что этого нового вот это не контрольная сумма значит раз уж пошла такая пьянка значит давайте мы тогда а да значит простите забегу нас назад смотрите есть в питоне раз уж мы еще и про питон сегодня говорим прекрасная библиотека диплип который умеет то же самое что умеет утилита дип и даже больше мало того что она умеет то же самое ее можно еще из командной строки запускать если мне не изменяет память пайтон 3 минус м дип лим до минус минус help а ну короче да значит тмп что там у нас боже фуф как его звали-то господи триплой вызвали а че че а нет я соврал вот вот тут должен быть хорошо давайте поищем он не входит в саму библиотеку вот он хорошо тогда сделаем то о шикарняк вот он умеет юнифая див контекст нет короче он имитирует поведение утилиты дип если вы не пользуетесь и не с подобными системами например поиск виндовсом то вместо дефа можно использовать вот эту штуку вот она работает ну давайте тмп трепло тмп трепло тмп трепло это был контекстный диф это был юнифая див не файд это был дик кстати это не не файдив нифига отчитать ну в общем умеет юнифай это чё ж ты зараза ты не делаешь ну мог бы короче короче вот не похож на юнифайдив а господи не там вот минус вот это юнифайдив все мы его узнаем вот это забыл упоминать значит теперь относительно некоторое количество бла-бла хотя у нас конечно давайте так все другие модели разработки мы пока что отложим про классическую модель понятно да значит классическая модель это когда есть единственное место публикации а дальше мы работаем с патчами и шлем эти патча автор пойму и ну или не пойму и вот но обычно пойму и ушли раньше славе поймал сейчас может быть использует какие другие там коммуникаторы другие модели мы с вами обсудим тогда в следующий раз потому что он мы попробуем подобраться ближе к модели которая называется модель общего хостинга а сейчас у нас осталось всего 20 минут на интересную такую тему которая называется исследование кода собственно немножко исследованием кода мы только что занимались до совершенно не обязательно вот этот обрядовый файл было сравнивать да мы вполне могли изучать с помощью диффа и дифф либо питоновского исходный код например сравнивать два файла в истории ну и так дальше делать это на питание вот если кто пытался делать домашнее задание там поначалу я думал что вам понадобится модуль который называется inspect который мы еще не в него не заглядывали вот потом выяснилось что нет там вполне достаточно манипуляции пространство имен то есть обычным диром тем не менее inspect можно было применить вот ну и давайте посмотрим что это такое этот самый inspect inspect это модуль который позволяет анализировать исходный текст того кода который вы ему показываете либо прям по коду добираться до исходного текста вот либо в самом коде тоже немножко разбираться ну давайте попробуем ну не знаю что нибудь инспект точка из модуль инспект ну хорошо давайте что нибудь еще им про трампом инспект из обратите внимание сколько сколько изов у него сейчас я покажу половина половина этих самых спрашивают вот из класс из модуль из генератор из там короче все подряд вот из модуль рандом разумеется да это модуль а рандом какой-нибудь рандом это уже не модуль инспект допустим какой-нибудь get get name get файл рандом покажет а где этот рандом лежит inspect get source от рандом рандом например не хочет работать ну хорошо о дело в том что рандом рандом скорее всего функция написанная на си и сорса у нее недоступны а вот в рандом ранд рэндж функция написанная не на си на питоне вот и исходник его сейчас плохо видно но если мы сказать принт то будет видно хорошо смотрите нам внезапно инспект нашел место где лежит исходный текст функции рандом рандом то есть саму радом ранд рэндж и и даже ее нам принес принес вот вот этих изов там как я уже сказал по чертову прорву на все типы объектов вот этих гетов там тоже довольно много мы уже с вами видели за счет гет файл гиддан гид файл гид файл который указывает а в каком файле все это лежало до гид сорс get comments это такой из древних времен идущий паттерн когда он вам показывает комментарии стоящие непосредственно перед тем объектом про который вы хотите это такой ну все что не в док стринге кстати где где док стринг там тоже есть смотрите get dog например dog под random . рад рэндж вот да но это то же самое что до какой-то степени то же самое что рандом рэндж точка док вот но такой более цивильный способ нам с вами инспект известен с прошлого семестра потому что начиная с 3 десятого питона аннотации аннотации сейчас у нас есть это аннотированная функция нифига на не аннотированная аннотации получаются с помощью непосредственно не с помощью непосредственно бла-бла на дэйшин бла-бла потому что там они строковые а именно с помощью inspect get annotation да инспект дед инспекция сказал аннотейшин аннотейшинс ну не знаю нет там аннотации на 1 1 найти какой-нибудь модуль с аннотациями и оттуда посмотреть ну сейчас импорт где они были на 5 снец едино ену точка ену точка тоже нет ну что ж такое ну ладно не знаю хотя давайте поищем так так то мы точно найдем кого-нибудь с аннотациями во пожалуйста блип 2 то 3 кайра цифру короче они все таки вон его какой-нибудь да да нет пы много всяких аннотаций ну кого в кого будем залезать импорт inspect импорт допустим кого там нашли блип 2 то 3 блип 2 то 3 плохая плохая куда по парам нетворк x хорошо попробуем интерфикс импорт нетворк x нет work x . алгоритмс алгоритмс . допустим планар инбитинг пустой да что ты будешь делать слушайте мне надо было конечно заранее приготовить эту аннотацию слушайте а может у меня где-нибудь есть я такой странный конечно но у меня же тут тоже наверняка где-то есть аннотации да опы кат о.пы шикарно что надо было далеко ходить эмм да импорт о импорт это самое инспект инспект я сказал инспект 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 точка get annotations о точку фу фу значит зачем я так долго в это все тупил чтобы вам показать за тем что мы помним что в тридесятом питоне чтобы не читали а в текстах про питон версии меньше чем 310 в тридесятом питоне нас поджидают строковой аннотации строковый формат хранения аннотаций а нет тут работает но он там может быть в случае если у вас аннотации деферит то есть такие в которых отсылаетесь к еще не определенному классу они могут храниться в строком виде и для того чтобы их преобразовывать в формат настоящих аннотаций имя двоеточие тип объекта нужно пользоваться и это best practice и так написано в документации нужно пользоваться inspect the annotations я вот про что не буду сейчас переводить пример это было в прошлом году не буду приведет пример когда у нас вместо хорошей годной аннотации приезжает строковый но такое бывает всякий раз когда вы ссылаетесь в аннотации вперед на тип который не существует вот значит у инспектов в общем тоже овер дофига всего мы уже не очень успеваем посмотреть на то как он работает с классами и функциями но там тоже хорошо нет давайте попробуем все таки inspect точка inspect точка get args от этого самого o.fun я сказал как-то но ты каута что-то не то сказал а надо сначала да надо сначала сделать сначала сделать сигнатуру а потом от нее уже из не ужин из нее уже вынимать сейчас секунду вот вот inspect точка сигнатура o.fun вот мы сделали сигнатуру а вот а вот и сигнатуру уже можно спрашивать все что мы хотим с точка аркс и там параметр вот он даже с описанием ну в общем вот то есть это не просто доступ к исходному коду некоторый его анализ преобразование можно там значит всякие штуки делать с ним и не все всякие вещи проверять ну и так дальше можно даже работать с куском кусками кода с фреймами отладочные но смысле со стеком вызовов потому что там тоже есть свои объекты в общем мощная штука inspect 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 предназначен для анализа уже загруженного в память кода то есть для доступа к исходным текстом кода который загружен в память а есть модуль который предназначен для анализа для анализа кода для его парсинга этот модуль называется ст abstract things 3 вот и он предназначен для того чтобы парсить код на питоне давайте прям import ast ast.parse print a,b ну да a .dump a ast.dump .dump .dump вот a что мы видим мы видим что этот модуль дергает внутренний парсер питона который называется ast вот этот парсер нам совершенно недоступен потому что он совсем внутренний это собственно реализация самого самого питона вот единственное что мы от него знаем все остальное он built и не стоит вот так вот значит подчеркивание аст так вот ast дергает парсер ast внутренний и создает из него дерево вот вот у нас было выражение в этом выражение было вызов функции у этого функция эта функция называлась print вот и у него были параметры и эти параметры назывались а и б давайте еще раз посмотрим на этот на этот дамп только здесь напишем что нибудь индент равняется 2 ну и принт естественно а например как как там круглые скобочки присобачить какую нибудь элемент списка еще что нибудь вот можно распарсить таким образом даже реальный файл скажем сделать что нибудь типом рис рис я сказал рис рис вы равняется f нет open о .p s f src равняется f . и вот это наш вот тот самый наш файл с двумя с двумя функциями да давайте его распарсим аисты точка парс вот src это у нас будет дерево да и print что это было print его да елки-палки а он вот наш файлик наш файлик напоминаю это файлик вот такой прикольная штука в птпайтоне можно шельные команды вызывать вот этот файлик и вот он так распарсен ну я не буду вам вслух читать что происходит но уже идею поняли мы берем вот собственно мы берем вот этот грамматику питоновскую текущую это это актуальный для питона грамматика на сегодня начинаем сообразно ней нее парсить наш питомский код а дальше его представляем в виде вот такого дерева вот надо сказать что поскольку весь парсинг делает внутренний питомский парсер да естественно там есть всякие номера строк ну всякое полезное в этом дереве понятно поскольку парсинг делает сам парсинг делает питомский парсер в действительности код этого самого ist.py довольно понятен читаем в нем можно разобраться в частности я например разобрался с функцией dump где она там в самом конце функция dump да вот она и написал свою маленькую примитивную функцию dump которая тоже может что-то такое задампить но гораздо хуже но зато она совсем короткая можно посмотреть как она работает зато что тебе не нравится он мочит скобочки inline 7 раз два три четыре пять шесть семь и правда он мочит скобочки ну пробуем значит вот у нас есть распарсенный текст давайте попробуем сказать ast-формат вот print ну вот как видите тут понятно все намного хуже чем в этом дампе но я не придать мне не презентовал что функции из десяти строк будет лучше функции из сорока строк или скольки там пятидесяти вот но зато тут как бы все что нам нужно написано так тут не про не про не кавычки джейн вот здесь вот не книга а пробел джейн у вас давайте мы лучше распарсим чуть покороче счете не нравится вот и попробуем нашей прекрасной ст форматом его вывести 20 и посмотреть что получилось вот смотрите модуль кто внутри чего все лежит выражение в этом выражении вызов по и функции по имени имя print вот это уже какие-то внутренности питона то как он это все будет интерпретировать видимо да да дальше перешли пошли параметры нашей функции name а загрузить name b все вот понятное дело что дальше по этому дереву можно гулять с этим деревом можно делать даже какие-то по моему преобразования при желании вот надо только понимать что это побочный эффект да значит выхлоп такой да да соответственно тут определены все названия всех операций которые питон умеет делать над объектами то вот сейчас мы их с ними еще один раз встретимся с этими операциями хотя я свое время выжрал но один маленький кусочек вам покажу вот фактически это все объекты которые бывают в питоне которые значит в этом синтактическом деле он могут быть представлены достоинство такого способа анализа кода стоит в том что вы можете проанализировать например его синтактическую состоятельность а также составить некоторый портрет того что собственно с каким собственно кода вы имеете дело данной вот значит у нас осталось минус одна минуты но я ее потрачу на еще один модуль который называется диза сэмлер для питона но это конечно же не диза сэмлер несколько раз в прошлом семестре говорили про то что питон под капотом представляет собою не вовсе не вот такой красивый развеистый текст а стековую машину виртуальную у которой все команды директивы похожие на директивы вообще ассемблера то есть по одной директиве за один раз выполняется а вот объекты с которыми эти директивы работают как были питоновские сложные так и остались это совсем не байтики если вы про это это вполне себе нормальные инструкции которые получаются в результате как раз парсинга функция компайл питоновская которая делает скомпилированный код ну собственно байт код из некоторого некоторого ваше представление это функция компайл может компилировать его прямо в байт код а может компилировать его абсолютно вот в это самое аиста дерево ровно в него то есть вот те самые экспорт лод и нейм да это скорее всего инструкции инструкции нашего ассемблера или какие-то какой-то подход к ним не ассемблера дамать нашу бальку соответственно можем взять любой код на питоне и посмотреть как на самом деле он устроен то есть какие инструкции этого байкода в действительности исполняются когда этот байт код работает ну давайте попробуем дев фун от а запятая b c равняется а умножить на 2 плюс b плюс b return c а теперь давайте посмотрим во что превращается это в собственно исполняющий машине питона дис . дис вот фун так вот здесь номера строк вторая строка и третья строка первая строка это только дев в нее ничего не входит а здесь собственно во что раскрылась вот это арифметическое выражение с вот этой операции связывания в действительности что мы сделали загрузили нулевой параметр это а 2 загрузили константу это 2 это нулевой параметр это размер строка извините да загрузили на вершину строка 2 помножили загрузили на вершину строка кстати нет не знаю что это такое вот вот я не могу сказать что это за поле надо почитать не буду врать загрузили вторую переменную b добавили связали с переменной c загрузили переменную c внезапно вот для того чтобы ее вернуть и вернули обратите внимание вот на эти две инструкции такое ощущение что оптимизация этого кода никто не занимался и они прям выполняют сначала да потом другая вот не знаю кстати как на самом деле я думаю что на уровне хи где все выполняется она там с оптимизируется вот и возвратили то что мы собственно загрузили сейчас нас так такая вот картина например если мы сейчас что не поменяем здесь ну не знаю напишем вот так вот давайте посмотрим что вот все поменялось поменялось операции индексации мы теперь знаем что нам приезжает этот самый кортеж поэтому мы загрузили переменную b загрузили на стек 0 вызвали сабскрайбинг то есть операцию индексации получили в результате на стеке b нулевое добавили сохранили загрузили вернули хороший вопрос значит давайте почитаем что нам выдает дизассемблер и на этом закончим сегодня спрашивают почему вот здесь вот ноль два четыре шесть восемь десять и так далее я думаю потому что там двухбайтовые двухбайтовые эти самые двухбайтовые слова но сейчас давайте посмотрим так это диск это дикс слушайте давайте тогда я не буду вас сейчас в прямом эфире этим мучить что он там пишет пишет если хотите я в следующий раз просто посмотрю я отвечу на этот вопрос потому что ну я вот пока не вижу явного ответа вот я думаю что вот это это просто некий абстрактный адрес насколько он двухбайтовый хороший вопрос но видимо да значит абстрактный размер ячейки да и поэтому он катен двум этот адрес вот что вот это такое я даже пока не представляю мне кажется это объем стека но это все надо посмотреть соответственно все у нас время закончилось уже совсем я больше пяти минут выжрал как видите темы очень глубокие в этим в эти модули можно шарить долго я хотел просто упомянуть домашние задания не готовы но я постараюсь сделать его есть не сегодня то завтра по поводу бэкапа откуда вещать лекции работы ведутся как минимум будут в оффлайне они лежать у нас на сайте на вмк вот если youtube станет недоступен и возможно я расскажу о той площадке на которой я буду вещать если повторяю вообще все это произойдет так по плану у нас встреч через неделю мы будем заниматься уже конкретно гитхабом вот то есть мы от гита потихонечку уходим к гитхабу и к вот этим самым моделям организации взаимодействия вот значит завтра у нас сети послезавтра у нас архитектура которой не было 8 марта я об этом сейчас сделаю анонсик что в пятницу в 10.30 у нас архитектура ну и в общем если больше вопросов нету к сожалению я не смог ответить на вопрос сокращенца если вопросов больше нету тогда всем спасибо будем надеяться на лучшее вот и до новых встреч пока